привет с вами кекс и сегодня я по-настоящему захотела разобраться с кокосом я решила выдавить кокоса все что только возможно изначально мне хотелось просто добыть с него масло именно поэтому буду воевать с ним по полной будет у нас безотходное производство купила я кокос выбрала такое что там внутри водичка булькала вот тогда как бы он свежим и сочный вот нужно пробить вот этих вот дырочках хотя бы две дырочки чтобы эту водичку слить с одной дырочки это не получится поэтому надо две не одна прокололась вообще как бы без проблем она как мягкая там была а вторая еще немножко твердая поэтому приходилось не повоевать я вот так вот вы видите отверткой с ней как будем чуть-чуть повоевала вот молока на самом деле в нем точнее не молока водички вот этой кокосовой немного вот там буквально я не знаю 30 ну попить так прикольно если процедите вот через марлечку или аккуратненько подождать пока садит там внутри немножко вот такая типа как труха вот она видите он такой чуть-чуть мутненькая ну пахнет прикольно для тех кто любит кокос вообще классно теперь дело самое важное надо разбить кокос видела в интернете разбивают вот так вот затягивать ткань и лупась от молотком я посмотрела ткань портится кокосу по барабану решила лупить сразу по кокосу думаю так наоборот попадет от этими пухель чиками такими ну для отбивных вот там они ж такие выступ как раз будет отлично бить по нему если кому хочется делать такой горшочек то можно как бы так соединить два кокоса и не разбивать так как я аккуратненько все-таки вырезать эту мякоть ножом и тогда вы можете сделать такой типа вазончик для цветов тоже весьма прикольно вот у меня такое уже есть поэтому я как бы с этим вообще не вожусь вот и поэтому просто разламываю кокос как в принципе могу сама у меня не было молотка можно было там есть молотки на которых с другой стороны такое как бы заостренное вот ним удобнее немного но у меня такого молотка не было и муж собственно в командировке поэтому и помочь мне некому так что лупасила я по кокосу по серьезному ну мне удалось на самом деле выковырять там главное сделать трещину чтобы воздух зашел подрезать ножом и она отлично отковыривается решила также использовать вот от моего нового коба комбайна там есть терки думаю почему я буду морочить себе голову с теркой я просто попробую это сделать на комбане причем какой с довольно плотно можно также почистить его от вот этого черника с обратной стороны как шкурочки тогда у вас будет вообще чисто белая стружка мне это не особо было важно вот поэтому я делаю это целиком вот так как у нас совершенно безотходное производство нам надо превратить всю эту нашу мякоть в кокосовую стружку ну я естественно еще пару кусочков заточила процессе вот потому что я люблю очень кокос эту стружку мы будем превращать и в кокосовое молоко и потом соответственно в кокосовое масло а сам не отходы со стружки потом с них сделаем кокосовое печенье чая так что у нас очень очень много всего получится вы видите такая рыхлая красивая стружка получилась очень вкусная ее нужно залить 600 граммами кипятка для этого еще нужно вот и хорошенько пообить ложечкой я решила воспользоваться еще толкушкой можно было чем угодно просто ложкой немножко по взбивать чтоб как бы сок такой аромат весь вышел с кокосовой стружки вот чтобы она так поприжималась не если у вас есть какой-то типа пресса что-то это вообще классно поэтому можно как-то так по пропускать посмотрев кучу видео уроков как собрать именно масло с кокосовой стружки я увидела что вот его нужно остудить и потом собрать масло я так сделала но потом для себя я сделала вывод что это все абсолютно простите чушь удобнее всего вот но вы видите как сделала я то есть как как советовали все в интернете и как сделала я то есть я вот чуть-чуть подбила подождаю пока остынет потом поставила в холодильник и у меня в сверху застыла как бы вот такая твердая корочка это масло и в ней еще там куча кокосовой самой стружки поэтому я это масло собираю в рюмочку потом эту рюмочку я нагрею в микроволновке и пропущу через марлю чтобы убрать саму кокосовую стружку и тогда я получу уже кокосовое масло чистом виде но я уже поняла что лучше было не ставить в холодильник вот а даже может вот она там настоится там часов там пять вот постоит у вас и лучше его капельку подогреть чтобы это масло хорошо расходилось в этом кокосовом молоке и всю эту массу абсолютно полностью пропустить через марлю и отжать и наполнить ею пакет пакет полиэтиленовый любой обычный самый простой пакет сверху под завязать и уже как-то в пакете поставить его в холодильник пакет желательно прозрачный чтобы видно было когда там сверху отойдет это масло она поднимется наверх вот и застынет а и тогда внизу пакета можно сделать дырку и спустить воду а в пакете у нас останется просто масло и выдавить уже сделать дырочку покрупнее и выдавить это масло вот этот вариант я как бы уже простите доперла когда уже все закончилось я вот вы видите мучилась выдавила 50 грамм вот у меня вышло кокосового масла у меня там еще грамм наверное 5-7 отошло водички в холодильнике что тоже как бы здесь не очень было удобно я в рюмочку его положила водичка внизу неудобно достать это масло это масло я буду использовать в косметических целях вот девочки может кто знают им очень классно мазать и волосы и руки и от растяжек то есть она абсолютно классно для всего подходит то есть мне было нужно кокосовое масло на кокосовом молоке я планирую сварить кокосовый супчик вот с кальмарами там вот чтобы такое там вы едите там у меня вот стружка мне кстати не было маленький использовал обычный широкий бинт поэтому приходилось маленькими порциями воевать с этой стружкой она после отжатия практически суха рыхлая и суха и стружку советую кстати делать на мелкой терке они на крупность не тогда больше можно выжить вот и я вот это воюю отжимаю вот воюю отжимаю воюю отжимаю ну если у вас есть марля вы абсолютно спокойно поставили все это добро и слили в дуршлаг вот и потом марлей зажали и один раз это все сделали но вы видите я вот как бы за несколько заходов только пытаюсь это все сделать вот здесь у меня получилось после всего этого добра пол литра вот вы видите прикольного кокосового молока на этом кокосовом молоке можно сделать какую-либо выпечку допустим если вы любите кокос и вы на посту и как бы заменить именно коровье молоко почему нет пожалуйста и любой также выпечки можно заменить какую-либо жидкость вот кстати я буду делать кокосом такие пироженки что ли из отходов моей кокосовой стружки поэтому у нас абсолютно безотходное кокосовое производство вот и из кокоса за 20 гривен можно выдавить я не знаю несколько блюд вот у меня я оставила на ночь просто в тарелочке в духовке ничего не сушила просто я хорошо отжимала и поэтому как бы она у меня была практически сухая и меня вышло чуть больше чем 100 грамм кокосовой стружки я сюда добавила две столовые ложки муки но вам этого делать не советую я потом как бы поняла что смысла в муке небо наоборот печеньки стали чуть более жесткие зачем это нужно я просто боялась что они будут держаться как бы не нужна была какая-то уверенность клейковине просто решила попробовать легкие такие печенюшки вот собственно это самые простые печеньки за три минуты то есть готовится не больше у меня вот оставались со вчера два желтка и я думала что добавлю еще один желточек и все как бы а так допустим на 100 грамм 100 100 120 грамм кокосовой стружки надо по рецепту два яйца средних вот как бы небольших не с 0 как бы средних и написано что 100 грамм сахара но я насыпала немножко меньше мне сильно сладко не надо вот можно добавить еще немножко ванильного сахара если у вас будет стружка магазинная белая то соответственно как бы ну или вы будете снимать вот эту вот коричневую кожуру что я говорила и будете делать чисто белую стружку то масса у вас будет светлее и у меня вы видите она просто на одних желтках поэтому хотя я вот добавила белок увидя что масса суховатое решила добавить все-таки белок и у меня вышло два желтка и одно целое яйцо ну или вот собственно это два яйца и масса вот у меня вышла такая как бы желтоватая так она получается практически белоснежная можно и сделать вообще на белках и она будет белоснежная как рафаэлки вот и если без муки ну вообще она будет легкая нежная воздушная я еще сюда добавлю грамм 15 сливочного масла чтобы хотя бы слегка было хрустящее это печенье потому что так оно как бы не будет очень хрустящее все-таки ну буквально 15 грамм потому что если добавить очень много то ну может и поплыть как бы это получится уже песочное для песочного нужно больше муки ну в общем я лепила из того что было и вот я перемешала это все добро и оставляю его минут на пять чтобы оно постояло чтобы в нем растворился сахар то вот и все как бы там растворяется сахар и все сахар отлично сам по себе разойдется без всяких на то проблем поэтому советую даже не переживать вот и увидела еще как отсаживаю такие печенюшки у меня вот есть ложка для мороженого и там внизу такая ложечка педалька не педалька чтобы можно было откидывать в виде нажимая но выкидывает мне вот это все я конечно делаю не полную ложку а так даже на треть потому что полная ложка очень большая у меня вот я вот так вот решила утрамбовать пальчиками и отсадить вот такие вот прикольные полусферы еще попробую отсадить ручкой просто кругленькие накатая парочку шариков они точно также если они будут беленькие то они вообще будут просто на вид как рафаэлка ну очень красивая прикольная получились я боялась что они могут поплыть немножко в сторону но нет они вообще остались абсолютно стойко стоять без всяких проблем вот вы видите просто аккуратненько ручками сжимая чтобы трещины не получались и формирую такой шарик между печеньками все-таки лучше оставлять какой-то промежуток чтобы там воздух хорошо проходил и не протекались равномерно сверху они не очень поджарятся а снизу хорошенько я ставлю в духовку где-то на 160 градусов ну до 180 точно 160 я думаю достаточно на 15-20 минут зависимости от вашей духовки и вы видите вот внизу они как бы чуть-чуть поджарились а сверху не белые если бы они были вот у меня не на желтках а как бы на белках они вообще были белоснежные я решила еще вот так вот шоколадником сверху поделать можно макнуть его в шоколад можно украсить как вы захотите можно глазурью сверху покрыть можно просто есть уже и так и не морочить себе одно место вот получились очень прикольные печеньки к чаю я не скажу что они прям хрустящие и рассыпаются типа как имбирные пряник потому что все таки то песочное тесто вот но ушли они очень очень быстро вот так что попробуйте я постараюсь ответить на все ваши вопросы тут вы видите у нас много чего можно придумать и не обязательно это будут именно печеньки там кокосовый суп и не масло то есть ну я увидел показала вам сам принцип разборки кокоса и что с него можно достать вдруг вам пригодится буду очень рада видеть ваши отзывы пишите в комментариях вдруг что не успела рассказать обижать обязательно расскажу подписывайтесь на мой канал на мою новую группу вконтакте буду очень рада вашей подписке с вами был кекс целую люблю пока 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 пока